Привет! Если перед тобой стоит задача вот так диагонально поделить ячейку в Excel, то это видео для тебя. Продолжай его смотреть, и мы разберем, как можно самым оптимальным образом произвести подобное разделение ячейки в Excel. При этом мы разберем именно такой подход, который позволит Excel автоматически подгонять позицию подписей в зависимости от изменяемой ширины ячейки. Давай приступим. Вот таблица в ее исходном виде. В этом столбце у нас указаны города, а в строке заголовков указаны месяца. Так что если мы хотим сделать два таких заголовка в нашей крайней ячейке, то делается это следующим образом. Выбираем ячейку, нажимаем пробел, то есть вставляем во-первых символ пробела вот так, и затем пишем сперва первую часть заголовка. В моем случае это месяц. Теперь переходим на вторую строку внутри ячейки. Для этого зажимаем клавишу Alt и нажимаем на Enter. Здесь теперь пишем город, и после слова город в конце опять вставляем пробел. Вот я его вставил. После чего также еще добавляем точку. Подтверждаем вот, нажимаю Enter и выбираю снова эту ячейку. Теперь, выбрав эту ячейку, идем в окно форматирования ячейки. Для этого либо используем комбинацию клавиш Ctrl-1, или нажимаем во вкладке Главное в разделе Число на вот этот символ. В открывшемся окне переходим во вкладку Граница. И здесь, если у нас ячейка еще не обведена со всех сторон полосой, сперва добавляем внешние границы. Нажимаем вот сюда. Теперь точно таким же образом добавляем диагональную полосу. Снизу справа у нас есть вот такая диагональная полоса. Именно она нам и нужна. Отлично. Теперь в этом же окне переходим во вкладку Выравнивание. Здесь выбираем в первом выпадающем списке равномерно отступ, а в поле ниже выбираем по центру. Подтверждаем изменение формата ячейки, нажав на кнопку ОК. Супер. Все, что нам теперь остается, это сделать точку невидимой. Так что переходим в режим редактирования содержимого ячейки, либо нажав клавишу F2, либо вот так два раза щелкнув по ячейке. Выделяем точку. Сейчас я вижу, где у меня расположен курсор, поэтому нажимаю один раз на стрелку вправо. Зажимаю клавишу Shift, нажимаю на стрелку вправо вновь, и у нас вот так выделяется только точка. Теперь, выделив точку, просто меняем ее цвет на белый, соответствующий заднему фону вот этого заголовка. Подтверждаю вот, и все готово. При этом обрати внимание, я показал вариант именно с изменением формата ячейки, так как этот вариант оптимален в том плане, что сам подгоняет по итогу позиции двух подписей. То есть смотри, если я изменяю размер ячейки, Excel сам правильно позиционирует подписи на нужные места. Отлично. Надеюсь, это видео тебе понравилось и было для тебя полезным. Если это так, то я буду рад видеть тебя в рядах своих подписчиков, ведь каждую неделю на этом канале мы изучаем что-то новое, интересное и, главное, полезное. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok